Приветствую вас, дорогие друзья! Лето уходит, а пигментные пятна остаются. Сегодня будет недолгое, но очень информативное видео, где мы полностью сосредоточимся на средствах из супербюджетных линеек до 250 рублей. Это будут средства различных компаний и различных стран-производителей. Поговорим о такой важной проблеме, как пигментация, повышенная пигментация кожи. Я думаю, каждый может позволить себе средство, которое замедляет выработку меланина, контролирует его и при этом не разорится. Очень хочу, чтобы у каждого был шанс приобрести красивый ровный цвет лица, поэтому вот все эти средства для вас подбираю, собираю, пока никому их еще не отдала, специально для того, чтобы показать вам. Все средства я попробовала, поэтому смело могу вам их рекомендовать. Предлагаю начать вот с такой замечательной серии белорусской косметики от компании Vitex. Белита Vitex. Посмотрите, пожалуйста, вот так выглядит эта серия Ideal Wanting. Это идеальное отбеливание. Это конкретно отбеливающий тоник, пилинг для лица против веснушек, пигментных пятен. Все, как правило, средства отбеливающие, то есть убирающие избыток меланина, содержат кислоты. Из тех средств, которые я буду вам показывать, количество кислот сбалансировано. Все это я опробовала на себе, проблем никаких на коже не было. Но кроме того, что это прекрасно помогало избавиться от пигментных пятен в течение нескольких лет. Мягкое отшелушивающее действие выравнивает тон кожи. Что происходит, когда мы используем кислотные пилинги? Верхний аргавевший слой кожи снимается кислотами, то есть буквально растворяется и удаляется затем, если это маска, водой. Если это тоник, то вы просто снимаете его вместе с ватным диском, которым вводите паличку. Молодые клеточки кожи обнажаются ответственно, организм пытается их увлажнить, как бы защитить от солнечных лучей, от внешней среды. Таким образом улучшается выработка собственной гиалуроновой кислоты коллагена. Мне лично они когда-то очень помогли, до того, как я начала приобретать на iHerb средства. Конечно же, можно использовать и более дорогие аналоги. Но если кто-то не может позволить себе те средства, которые я показывала для отбеливания в своем осеннем уходе, в пустых баночках, пожалуйста, обратите внимание на эти. Следующее средство из этой же самой линейки это интенсивная сыворотка-корректор для лица против веснушек и пигментных пятен. То есть, вначале используем тоник, наносим на ватный диск и как следует протираем лицо, естественно, уже чистое, без макияжа. Интенсивная сыворотка-корректор. Соответственно, под глазки, пожалуйста, аккуратнее не попадайте. Это тоже кислоты. Естественно, это все сбалансировано и довольно кремово, но будьте аккуратны. Баланс веществ здесь выведен до степени возможности использования данного средства и утром, и вечером. То есть, вы можете использовать его и утром, и вечером под крем. Я с удовольствием этим пользовалась и сейчас, иногда, если возникают какие-то проблемы, точечно наношу вот эту сыворотку. Вы знаете, что сейчас белорусская косметика очень популярна и не зря, друзья. То есть, это очень хорошее качество. Если вас интересуют именно белорусские уходы, посмотрите, пожалуйста, мои видео. Есть на эту тему. У меня их несколько. Это серия от Flora Sun. Белый лен. Это уже российская косметика. Тоник такой у меня закончился. Быстрое обновление осветления. Осветляет пигментные пятна. Выравнивает тон. Антиоксидантное действие. Это лен. Есть концентраты льна. Вся косметика с добавками натуральными. Это замечательное средство, которое мне также очень помогало. Еще до того, как я стала использовать белорусскую косметику, я полностью использовала вот эти средства Flora Sun. У меня были довольно некрасивые большие пигментные пятна на лице. И вначале появились просто веснушечки, потом просто образовались буквально усики, пятна под глазами. Это было очень некрасиво. Вот этот пилинг я довольно часто использовала. Там есть маленькие-маленькие такие частички. Я не использую пилинги именно как пилинг. То есть я не тру кожу. И другим не рекомендую, потому что кожа после 35 лет довольно тонкая. Такое жесткое скрабирование ей не нужно. Но здесь очень-очень мелкие частички. Это средство может рассматриваться как 30+. Как и в первом средстве белорусском, которое я вам только что показывала, здесь в компании Flora Sun довольно гуманные концентрации. И вот сейчас я нанесла на руку, у меня нет плохой реакции, неприятной. Однако, опять же, есть очень хорошее осветление. Имеют стойкий хороший результат. То есть все они прекрасно работают на высоко пигментированной коже. Таким образом, вначале я использовала тоник. Точно так же наносила на ватные диски и протирала. Потом я использовала вот данный пилинг в качестве маски. И затем уже смывала остаточки. И на ночь я использовала вот такой вот отбеливающий ночной крем. Этот уже вот новый. Второй уже не понадобилось использовать. Наверное, кому-то его подарю. Может быть, маме отдам. Сейчас уже пигментных пятен больше нет. Но это также очень хороший отбеливающий крем. Как вы видите, с фруктовыми кислотами, витамином С. В целом, серия замечательная. Работала прекрасно. Тоже российская серия. Показывала вам как-то этот крем. Он у меня практически уже закончился. Вот так выглядит от него коробочка. Здесь есть еще один крем. То есть, я покупала сразу по несколько штук. Потому что не была уверена, что все средства недорогие будут хорошо работать. А нет, они прекрасно работали. Медовея. Это Natural Honey Product. С маточным молочком, пщелинами, фруктовыми кислотами. Опять же, кислоты. Обратите внимание, он очень активный. Была на него реакция. То есть, я его чувствую всегда, когда наношу. Иногда до сих пор наношу его на зону декольте. Потому что маленькие-маленькие точечки остались на зоне декольте. Я хочу их убрать. Обратительный крем. Продается он на нашем юге. Но также, я думаю, сейчас уже никаких проблем нет его приобрести где угодно. Произведено на юге России. ИП Цыганов, город Сочи. Те, кто живет в Сочи, вообще без проблем его купят. Однако, мы приобретали его и в Анапе в том числе. Ну, то есть, в общем, везде, где только отдыхали на юге. Он вот такой вот бежевенький немножко. Он довольно густой. Мне кажется, слегка медом пахнет. В общем, чем-то натуральным таким. Очень приятный по ощущению. Но вот сейчас пройдет некоторое время, и я буду чувствовать, что это кислоты. То есть, точно только на ночь, друзья. Ни в коем случае не днем. Если вдруг есть такая необходимость выйти куда-то после нанесения, обязательно, обязательно сверху SPF. Но работает он волшебно. Очень рекомендую вам обратить на него внимание. Что я использовала еще для того, чтобы бороться с пигментными пятнами осенью и зимой? Это Клир Вин. Крем для ухода за кожей. Вот такой вот маленький, неприметный. Рассасывает рубцы, растяжки. Улучшает кровообращение кожи, повышает тонус. Здесь содержится экстракт редких трав. Скажем так, аюрведический больше. То есть, его знают как аюрведический крем. Многие используют этот крем не только для того, чтобы вывести пигментные пятна. Для того, чтобы убрать постоперационные швы. Неважно, какие кесарево сечения. Прекрасно убирается. Очень усиливает регенерацию кожи. Очень вам советую. Для тех, у кого постакны остались. Очень неровная кожа. Немного, 25 грамм. Но он очень хорошо работает. Он прекрасно сравнивает рельеф кожи. И попутно, естественно, настолько сильно ее обновляет, что верхний слой просто снимается. Этот крем очень советую. Особенно тем, у кого шрамы и пятна одновременно. Болгарский крем. Ахрамин называется. Крем отбеливающий. И также защищающий от УФ лучей. Очень необычное сочетание. Но здесь действительно сразу добавлен фактор защиты. Небольшой, правда. Поэтому все равно советую вам использовать дополнительный фактор защиты. Ален Марк Болгария. Очень кремовый. Очень густой. Для тех, у кого совсем прям жирная кожа. Не очень бы вам его, честно говоря, рекомендовала. Потому что все-таки он густоват. Для тех, у кого нормальная, смешанная может быть кожа. Кожа сухая особенно. Гениально, кстати. Увлажняет. Прекрасно. И на зону декольте я его наносила. И на лицо. Прекрасно справлялся. Его можно купить где-то за 100, может быть 100, 120, 130 рублей в аптеке на ночь. Но также его конкретно, в связи с тем, что у него очень мягкое такое отбеливающее действие, можно использовать и днем тоже. Но, естественно, не в самую жару. Естественно, не на пляж. Если вы не находите какое-то из этих средств в аптеке, берите любой из тех, которые я показала вам. Учитывайте только то, что вот этот наиболее жирный крем. Ну и теперь чисто аптечный уход. Как ни странно, может быть, вы будете очень сильно удивлены, но я открыла для себя ленемент бальзамический по Вишневскому. То есть мазь Вишневского. Это деготь. Березовый деготь. Здесь 3 грамма действующего вещества. Он очень активен. Что он делает? То же самое, что делает кислота, друзья. Он просто растворяет верхний слой кожи. Ороговевший. Многие не могут пользоваться им, потому что у него есть характерный аромат дегтя. Сильный. Но те, кто нормально переносит этот аромат, простое, дешевое аптечное средство, которое будет работать. Если оно вам уже больше не понадобится, то вы всегда сможете использовать его, оставить в своей аптечке. Именно вот эти качества дегтя, дезинфекция, растворение ороговевших клеток, снятие, воспаление, очень ценится мазь Вишневского и деготь в целом. Этим можно пользоваться как пилингом, то есть буквально вы наносите какое-то количество на лицо, как крем. Ориентируйтесь на свои ощущения, на свою кожу, на свой тип. Вы и только вы примите решение, сколько вам держать это средство. Если вдруг какие-то яркие очень ощущения, слишком горит, зудит, естественно, умываете, снимаете, значит, вам достаточно. И далее увлажняющий крем, активный, такой качественный, хороший, густой. Даже те, кто имеет жирную кожу, всегда нуждаются в дополнительном увлажнении, потому что нет ничего хуже. Кожа жирная, да еще и обезвоженная. Поэтому обратите на это внимание, после всех этих средств обязательно используйте дополнительные увлажнялочки. Думали, что это все? Нет, это еще не все. Также вы можете самостоятельно сделать свой собственный кислотный пилинг. Это ацетилосалициловая кислота, то есть аспирин. Берете 2-3 таблеточки, разминаете его в тарелочке, в ступочке, добавляете теплой воды. Превращаете все это в кашицу, в такую, которую удобно наносить на лицо в виде маски. Наносите на хорошо очищенное от макияжа, естественно, лицо. Минут на 5-10. Дальше опять же, друзья, по своим ощущениям ориентируйтесь, пожалуйста. Бывает так, что на пачке написано каким-то косметическим средством держать 20 минут, а вы трех не выдерживаете. Пожалуйста, ориентируйтесь по себе. Это самый простой, самый дешевый пилинг. Естественно, аккуратно, под глаза нет. И, как я уже говорила, активное увлажнение. Ну и на сегодня последнее средство, также аптечное. Аевит витамины А и Е в капсулках. Это витамины, которые растворяются в масле прекрасно. И там они в активной, стойкой форме находятся. Поэтому, если у вас где-то написано в воде витамины А и Е, то, конечно, это ерунда. В водичках, различных спреях могут быть только минералы, витамины вряд ли. Их можно наносить как под глаза, так и на лицо, на шрамы и на пигментные пятна. Витамин А и витамин Е прекрасно обновляют кожу естественным образом. Однако, тоже SPF не помешает. Просто достаю вот два или три вот таких вот шарика, прокалываю их иголочкой, и наношу это маслечко на лицо полностью вместо, например, ночного крема. Если у вас сухая кожа или вы можете себе позволить иногда не вместо крема, а под крем, закройте еще это кремом. Вообще будет отлично. Теперь хочу резюмировать, друзья. Есть, действительно, есть очень хорошие, бюджетные, я бы сказала, супер бюджетные, во многом аптечные средства, которые помогут вам справиться с проблемой пигментации, а также шрамообразования. Почему у меня их так много собралось? Потому что, как я уже говорила вам, кожа через некоторое время привыкает к тому или иному уходу и постепенно перестает так сильно действовать это средство. То есть, поэтому я меняла. Один год, например, использовала один крем, второй год использовала другой, в этот же год, если я чувствовала, что не очень, например, хорошо начинает работать этот крем, следующий добавляла и так далее. В общем и целом, удавалось полностью убрать все пигментные пятна. В дальнейшем я просто приняла решение, что я не загораю больше. То есть, вообще больше не загораю для того, чтобы не образовывалось новых пигментных пятен. И, в общем-то, вам не советую. Есть прекрасные автозагары. Сейчас наше время. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Для кого-то это может действительно быть единственным выходом, так как не все имеют большой бюджет для того, чтобы приобрести дорогие средства. Но это и не требуется, друзья. То есть, есть много средств, которые вы можете использовать и иметь в своем арсенале для того, чтобы бороться с вышеперечисленными проблемами. Что ж, спасибо большое. Я желаю вам удачи. Жду ваших отзывов. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok